всем привет дорогие друзья вы на канале smartwatch канал только о smart часах и более ни о чем а значит а две новостишки хочу вашему вниманию предоставить новостишки конечно не совсем свежие так скажем и они все было известно в начале мая ну вот я только до них добрался короче ждал ждал дождался первая новостишка достаточно увлекательная google анонсирует веру с 4 с поддержкой резервного копирования увеличенным временем автономной работы часов и многим другим короче много других всяких фишечек будет если кто не знает тут на самсунгах стоит веру с 3.5 а здесь уже четвертая будет и это круто что значит они нам предлагают смотрите но во первых так уже дорогие друзья данная версия веру с 4 доступна раз для разработчиков ну естественно чтобы они там что-то думали придумывали дальше появится одна из самых ожидаемых пользователя функция это поддержка восстановление системы без потери данных это означает что пользователи смогут создавать резервные копии в облаке и восстанавливать свои умные часы без сброса настроек к заводским вот это вообще вещь классная хочу сказать что резервное копирование на самсунге есть galaxy watch 4 и 5 так же как и прошлых версиях но в прошлых версиях которые были на тайзен с данная функция работала вот так вот в этой же версии веру из работает она вообще из ряда вон плохо надеюсь что с этой новой версии это в с4 все-таки и samsung эту тему подтянут и сделать его действительно стоящее потому что сейчас приходится пользоваться костыль никами для того чтобы так скажем или как еще говорят танцы с бубном чтобы сделать нормальную резервную копию даже установленных так скажем приложений не штатных ну не из play market а самостоятельно ручками кстати если вы не знаете как это все делается пожалуйста в описании видео там вся инфа есть там все по пунктикам видосики можете посмотреть так ладно мы поехали дальше что же еще ладно с этим понятно еще одна еще одно ожидание от google это улучшение управления питанием ну да конечно многие жалуются о том что заряда батарею допустим galaxy watch 5 про 45 миллиметров дали 46 там миллиметров заряда хватает на двое с половиной суток в моем случае приблизительно да ну и конечно люди как бы по этому поводу очень сильно убиваются вот там вот такие того часы там huawei там или еще king xiaomi они держат там пять суток это дали тому подобное не забывайте что часы в принципе huawei и galaxy watch 5 допустим конструктивно отключаются чем набором функций и датчиков соответственно чем больше набора функций и датчиков тем больше потребление батареи это естественно и никуда вы от этого не уйдете так вот надеюсь все все таки что как-то немножко оптимизацию они подшаманят и батареечка будет держаться дольше хотя для меня в принципе это не критично почему в тайгу я никуда на долгое время на сутки на несколько суток не ухожу да и вообще там бывает редко а в тайге так подавно в лес нет нет бывает или там на речку на озеро прогулочку сыном с удочкой это на часов 12 там но может чуть больше поэтому как бы не критично для меня дома розеток куча поставил заряжай не проблема вообще не вопрос для меня это в принципе не стоит те конечно которые любят там погулять это уходят на несколько суток там где нет электричества тогда конечно для них это актуально но для меня нет я думаю так же как и для большинства людей поэтому не паримся ребяточки по поводу батареечки автономной работы резеточки рядом заряжаем радуемся дальше еще что у них улучшение поддержка приложений добавить больше сервисов вирус куда еще больше платформа теперь должна позволять вам отвечать на сообщение электронной почты и gmail вот это неплохо проверять события в календаре обновлять статус задачи многое другое кроме того операционная система будет больше интригирована в продукты для умного дома кстати вот это неплохо было бы конечно да чтобы вот домофоны там умные вся это вот дребедень была возможность связывать это с часиками мне кажется достаточно интересная вещь потом новая версия операционной системы должна быть доступна в стабильной версии во второй половине двадцать третьего года ну ждем google еще не подтвердила там и тогда ли там подобное ну как бы это лишнее ладно это google а samsung ребятки samsung они не отстают в этом году samsung просто рвет подметки хотят видать apple все таки они обогнать сейчас если вы не знали то apple watch впереди планеты всей рынка мобильных устройств носимых они занимают больше всех 33 процента samsung там чё-то 22 или 1 процент поэтому вот они и рвут что же значит samsung дело samsung анонсировала у аналай 5 вот новейшее обновление о с для умных часов кто не знает у нас сейчас стоит 33 телека 4.5 вот этой вот единого интерфейса да теперь будет 5 значит samsung представила обновление операционной системы для своих умных часов так на базе вирус и скорее всего это будет вот как раз таки на вирус 4 свежий софт предполагает улучшение в трех основных областях отслеживания сна мониторинге активности а также безопасности пользователя ну да часы конечно безопасность ну кстати там будет некоторые вещи такие интересные так предлагает пользователям интерфейс это отслеживание сна до который отслеживает сон с учетом показателей по сна уровня кислорода в крови предупреждает о появлении храпа но это мы знаем кропин как монстр рекомендации для сна теперь доступны непосредственно часах помогают пользователям выработать более здоровые привычки сна также обеспечивают бесшовную интеграцию с устройствами и смотри че но это только с самсунгами хочу сказать да и возможность отключения связанных гаджетов во время сна ну вот это неплохо короче также представлены функции отслеживание активности будет вот она кстати вот эту безопасность также представляет обновленную функцию сос для связи со службами экстренной помощи передача информации местонахождение пользователя и доступ к медицинской информации функция обнаружения падения активируются по умолчанию для пользователей в возрасте 55 и старше лет короче так как у нас сейчас с оздоровится на все все плохо поэтому я думаю активировать уже надо и по умолчанию лет 40 а то мало ли так ну и теперь смотрите вот это вот самое сногсшибательное инфо 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 вот этого в конце месяца samsung запустит бета-версию в мае дорогие друзья в конце мая бета-версию для пользователей галакси вот 4 галакси вот 4 classic галакси вот 5 и галакси вот 5 про сша и южной кореи через программу samsung members предстоящая серия галакси вот 6 будет представляться уже по умолчанию из коробочки вот с этой версии единого интерфейса а поменяю к я регион на корейский да или на сша на своих часиках чтобы попасть в это бета тестирование установить себе программку и самую свежую информацию вам предоставить дорогие друзья а возможно найти еще информацию о том как это будет сделать возможно вам находясь в россии или в тех других странах где это бета тестирование недоступно поэтому обязательно лайк обязательно подписочка обязательно колокольчик обязательно телеграм-канальчики там внизу они вот такие помощь там всякую можете получить новую интересную информацию все там ну а вам спасибо за внимание до свидания и до новых встреч ссылочки на эти статейки в описании видео пока